Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодняшнем нашем видео мы с вами коротко рассмотрим вариаторную трансмиссию вариат от компании Jatco маркировка GF15 или всем известная Renault Captur X-Tronic система X-Tronic в трансмиссии вариаторного типа мы поговорим о преимуществах недостатках этой системы также как владельцы этого автомобиля поговорим о впечатлениях за пробег уже практически 10 тысяч километров после того как мы купили автомобиль уже набежал и принципе обо всем другом далее в нашем видео поехали итак довольно известно наверное селектор коробки передач вариаторной трансмиссии такая же принципе и в автоматической сегодня мы рассмотрим сугубо вариатор вариатор от компании Jatco маркировка GF015E если точно ну а многие просто автовладельцы механики называют ее просто GF15 то есть так проще и сразу понятно значит сегодня мы сейчас с вами обсудим основные моменты касающиеся этой трансмиссии устанавливается эта трансмиссия только на переднеприводные автомобили с объемом двигателя 1.6 литра 1.6 литра 114 лошадиных сил у автомобиля сам по себе вариатор Jatco или все как мы знаем Xtronic даже где-то здесь написано маркировка есть Xtronic появился на свет в 2009 году и предназначен для двигателя с объемом до 1.8 литра то есть принципе 1.6 литра это считается оптимальный двигатель для этой трансмиссии благодаря особенностей особенной конструкции в виде двухступенчатой планетарной передачи инженерам компании удалось заметно сократить диаметр конусов что или конусов извините как кому удобнее да что вот скажем так довольно значительно уменьшило габариты и конечную цену трансмиссии кстати сама по себе трансмиссии она практически в полтора раза меньше по размерам если сам весь узел достать который находится уже у нас под днищем более туда в моторный отсек он находится примерно в полтора раза меньше примерно составляет по размерам чем та же автоматическая трансмиссия действительно очень компактный сам по себе узел вот и благодаря тому что ну скажем так инженеры доработали эту трансмиссию удалось снизить конечную цену трансмиссии следовательно и автомобиля в целом справочно отметим что на автомобилях марки рено ну мы сейчас рассматриваем разносительно рено captur трансмиссия такого типа имеет отличительный индекс заводской маркировкой который значится как fk 0 fk 0 он правда нигде официально не идет ни в технической документации ни в мануале нигде либо в другом месте но когда вы приезжаете к дилеру допустим на ремонт или обслуживание вариаторной трансмиссии будет выбиваться дополнительно маркировка под индексом fk 0 то есть fk 0 а теперь давайте поговорим с вами что из себя представляет конструкция коробки передач от жатка выглядит она как гибрид клина ременного вариатора и двухступенчатого гидромеханического автомата благодаря наличию второй передачи для движения со скоростью свыше 100 километров в час конструкторам удалось избежать самого рискованного режима работы когда ремень находится у самого края конусов кроме того в отличие от предыдущей модели или серии узла шкивы тут вращается в одну сторону переключение на задний ход теперь происходит вне вариаторной части коробки справочно отмечу что я думаю все автовладельцы и автолюбители знают что вариатор оснащен не цепью он оснащен именно ремнем специальным ремнем который ну многие считают что он с недолгим сроком службы что его уже после 100 тысяч километров вообще такую трансмиссию желательно выбрасывать или продавать автомобиль с такой трансмиссии но в принципе как утверждают автопроизводители что ресурс такую силовую установку закладывается около 150 200 такую трансмиссию точнее прошу прощения закладывается около 150 200 тысяч ну так ли это конечно покажет время пока говорить об этом очень сложно отзывов на то выходил ли вообще из строя вариатор раньше 100 тысяч но пока я ничего в сети интернет не нашел коробка такого типа получила довольно широкое распространение и устанавливается сегодня на большое количество моделей разных автомобилей компании как любая современная беступенчатая трансмиссия вариатор именно такой она может имитировать переключение передач в ручном режиме а также имеет возможность механического выбора водителем фиксированных значений кстати в ручном режиме переключения вариатор на рено captur делит диапазон передаточных чисел от 3,87 до 0,53 и 8 виртуальных передач имеется в трансмиссии без их жесткого ограничения однако в реальности в ручном режиме когда мы использовали и так тестировали этот вариатор передач здесь только 6 ну здорово что вариатор конечно позволяет автомобилю четко следовать за педалью газа не зря все-таки инженеры рено концерна рено nissan включая российских инженеров потратили столько сил на перенастройку агрегата jatka gf 15e которые производятся с 2009 года известного по таким моделям как nissan рено mitsubishi и suzuki довольно известный наверное самая автомобиль на который устанавливался жатко это был и есть наверное да nissan жук который очень огромным тиражом продался странах таможенного союза куда ходит россия беларусь и казахстан ну как таковой по отзывам проблем особо с вариатором этим у автовладельцев не возникало также отмечу что концерну рено nissan самое интересное что удалось безступенчатую трансмиссию забаскировать под обычный гидротрансформатор в принципе что-то похоже даже на автомат перебирая по мере разгона 8 виртуальных и фиксированных передаточных чисел сделано для того чтобы возможности избавиться от неприятных подтормаживаний оборотов мотора причем срабатывать ступени уже тогда когда педаль газа выжата более чем на одну треть хода динамики рено captur это к сожалению не добавляет но креативности целый вагон касается динамика то отдельно хочу сказать что конечно автомобиль с передним приводом и двигателем 1.6 литра он не сказать что он овощ но он не для динамики он не создан для гонок для спорта это автомобиль для спокойного передвижения из точки а в точку б и не больше того ну сказать что он автомобиль для пенсионеров наверное тоже сказать нельзя все-таки дизайн внешне конечно более для молодежи но где-то в какой-то степени конечно сама динамика она где-то полупенсионная или предпенсионная извините если кого-то обидел кроме того новый он же старый вариатор для рено captur совсем не тупит при поворотном нажатии на акселератор например затормозили перед неровностью потом прибавили газа и машина начинает разгон пускай нерьяна но она едет причем неплохо и не напрягаясь это действительно факт что касается тяговитости трансмиссии с двигателем 1.6 литра то отметим что в том случае если движешься установившейся скоростью то есть текущей скоростью то вариатор подбирает наименьшее передаточное отношение заставляя мотор работать на минимально устойчивых в тяговом режиме оборотах примерно от 1300 до 1500 оборотов в минуту ну где-то максимум до 2 в этом случае присутствует даже небольшая вибрация но стоит нажать на акселератор сильнее и в мгновение на тахометре уже 3000 оборотов в минуту рено captur без лишних задержек и усилий ускоряется заметим что средний расход силовой установки с таким типом трансмиссия составляет в смешанном режиме около 8 8,2 литра на 100 километров пробега по показаниям бортового компьютера также хочется отметить что особенностью работы такого вариатора является постоянное трение друг от друга металлических деталей в связи с чем образуется большое количество металлической стружки которая разносится трансмиссионной жидкостью по всем частям коробки передач дальнейшем выводя из строя ее основные узлы именно поэтому в данной трансмиссии необходимо проводить постоянную регламентную замену масла и обоих фильтров фильтр тонкой и грубой очистки это позволит стать залогом долгой работы вариатора икстроник жадка заводской маркировкой gf-15 также хочется отметить что со слов специалистов по обслуживанию ремонту транспортных средств при частой замене масла примерно каждые 30 тысяч километров пробега данная трансмиссия способна пройти без ремонта не менее 150 200 тысяч километров это относительно ну скажем так это относится в основном к модификациям которые выпущены именно с 2016 года специально для рено captur они уже лишены детских болячек с подшипниками валов и солнечной шестерни справочно заметим что любой автовладелец который имеет своим распоряжением машину с бесступенчатой трансмиссии в особенности рено captur первого поколения должен знать что агрессивная манера вождения ведет к ускоренному износу особенно вариатор не любит частых и резких переключений с передней на заднюю передач например во время парковки делать эти манипуляции нужно плавно будьте уверены автомобиль и его трансмиссия отблагодарить вас годами безупречной службы кроме того этот вариатор не любит эксплуатации в непрогретом состоянии поэтому нужно взять за правило перед началом движения в холодную погоду постоять минуту-две в режиме drive с выжатой педалью тормоза важно знать и понимать еще то что стоит опасаться вариатора такого типа первого года выпуска именно 2016 года который работал на старой версии прошивки из-за особенности начальной версии программного обеспечения износ узла шел ускоренными темпами проблемным оказался и насос лепесткового вида спустя полгода его поменяли на другую модель также со временем модернизировали гидроблок и заменили некоторые подшипники на более качественные тихие и надежные после проведенной модернизации вариатора массовых проблем и неисправности на рено captur первого поколения с передним приводом который выпускается 2016 года на данный момент массово не выявлено и коротко в заключении отметим что вариаторный рено captur отлично подойдет как для городских так и для загородных поселков самое главное по эксплуатации для трансмиссии это то что мне необходимо аккуратно относиться но и какой-то степени на привыкнуть нужно оберегать вариатор captur от перегревов и следить за частотой его теплообменника кроме того не стоит забывать что вариатор терпеть не любит засоренного трансмиссионного масла поэтому делать замену рабочей жидкости необходимо не реже чем один раз 6000 километров некоторые даже рекомендуют лучше сделать ее чаще один раз 30 или 40 тысяч километров пробега которая производится первый раз на 90 тысяч километров то есть все мы прекрасно знаем что первая замена на черву и автоматы и вариатор происходит на 90 тысяч километров пробега происходит первое замена трансмиссионного масла при появлении даже небольших толчков нужно срочно делать диагностику и последующую замену масла без отлагательств также заметим что любой тип вариатора, гораздо чувствительнее классического автомата, относятся к манерам езды своего владельца и дорожным условиям. Поэтому, приобретая Renault Captur с вариатором CVT X-Tronic от компании Жатко заводским индексом GF015E, необходимо четко запомнить все вышеописанные правила и нюансы, чтобы спокойно отъездить на автомобиле гарантийной и даже после гарантийной сроки. И за заключение нашего небольшого видеообзора касательно надежности и вообще эксплуатационных свойств вариатора от компании Жатко с маркировкой GF015E, хотелось бы от себя, как от владельца, отметить, что как таковой за 10 тысяч километров пробега у нас только один раз была, скажем так, нештатная ситуация, когда появился какой-то посторонний гул во время езды на автомобиле, в итоге оказалось, что это не трансмиссия, а просто двигатель. Двигатель, к сожалению, 1,6 литра все-таки слабова для этого автомобиля, он работает довольно часто под напрягом, под натугой и очень часто рычит, потому что не хватает ему какой-то степени мощности, все-таки 140 лошадиных сил. Крутящий момент, здесь довольно тоже небольшой поэтому ему тяжело. От трансмиссии, в принципе, проблем как таковой, слава богу, не возникало. Ну, в принципе, скажу от себя так, что даже от тех автовладельцев, довольно слышу, которые имеют, скажи так, у себя в гараже Nissan Juke, всем известный автомобиль, который в принципе, в основном и с самого начала устанавливался и оборудовался 2009 года вариатором Жатко, не возникало особых сильно проблем. Да, были единичные случаи, когда вариатор выходил из строя раньше времени, но опять же, все зависит от манеры езды, от частоты обслуживания автомобиля, от качества расходных материалов, от качества деталей, которые используются при техобслуживании, и как часто само техобслуживание происходит. В принципе, в любом случае, любой двигатель, любой вариатор можно убить. Будь то он бензиновый, дизельный, 2 литра, 2,4 литра, все зависит, как говорится, от нас, как мы относимся к своей машине. Более подробно обзор тест-драйв автомобиля Renault Captur и других машин. Вы можете найти на наших сайтах базлай.ру и автоблокар.ру. С вами был Владимир. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте их на наших сайтах. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Спасибо за внимание, берегите себя и всего вам доброго.